Судя по вашим комментариям к предыдущему ролику, который мы снимали со стройки, ролик зашел, поэтому мы решили для вас ввести эту рубрику, и она будет регулярной. И сейчас мы находимся на предфинальной стадии сдачи объекта, и вот Юра, руководитель стройки, сейчас расскажет про некоторые технические моменты, а я буду давать свои комментарии и наблюдения. Начнем мы с двери, то есть дверь у нас оставалась от застройщика, она была довольно хорошего качества, единственное, что мы ее покрасили изнутри, то есть приближенных к цвету стены. Ну обычно я уже рассказывал, что мы делаем вторую дверь, межкомнатную, чтобы не было ощущения, что это в коридоре, дополнительная шумоизоляция, но иногда мы делаем и такое решение, то есть покраска входной двери от застройщика, мы ее просто красим, потому что она нормального качества, с нормальной шумоизоляцией. Это решение не везде подойдет. Также отмечу, что ручки в дальнейшем поменяются, то есть они будут тоже темного цвета. То есть просто пока сейчас с входной группой много механических воздействий, подрядчики, вывоз мусора и так далее, вся фурнитура будет заменена к самому сдаче объекта. Ну на момент установки межкомнатный полотен. Так, щиток. Щиток. Я знаю, просто тут выстраивалось все вокруг этого щитка. Твои комментарии? Да, то есть изначально от застройщика был предусмотрен вот этот щит и он был встроенный, то есть здесь у нас монолитная стена, то есть сами мы это сделать не можем, то есть нарушить целостность. Вот, соответственно, было принято решение оставить его в этом месте, оставить его скрытым, встроенным и, соответственно, вокруг него уже построить щиток от застройщика. Да, то есть здесь у нас в принципе стандартная наша автоматика, единственное, что не хватает заглушек, не хватает наклеек, то есть это в последующем все доведется. Это все будет на финише. Это тот редкий случай, когда уже от застройщика щиток был встроен, и мы вокруг него, по сути, все выстраивали. Единственное, мы столкнулись с сложностью, что нормальный щиток не подобрать под те размеры, которые были у застройщика, поэтому это единственный объект, где щиток, ну, можно было сделать получше, но такой возможности не оказалось. Да. Вот, и также дополню то, что от застройщика был предусмотрен не только скрытый щиток, но щиток с большим количеством модулей, то есть обычно он сильно меньше идет, и поэтому даже если он, встроен, его все равно нет возможности сохранить. Ну да, нам не хватает количества, условно, реек, чтобы посадить то количество автоматов, которые мы используем на объекте. Также здесь же будет слаботочный щит закрытый, правильно? Или это просто будет встроено? Нет, то есть он так и останется открытым, то есть данное решение было принято, во-первых, по причине того, что нижний щит, он встроенный, то есть он занимает минимальное пространство по выносу, то есть если мы сверху начали бы настраивать уже накладные щиты, то этот вылет был бы больше. Ну то есть мы бы проиграли то, что выиграли. Понятно, да. Да, соответственно, сделали просто открытое расположение, то есть это тоже… Ну здесь нет открытого расположения, но здесь будет мебельная история, то есть сейчас, где я нахожусь, здесь будет стоять шкаф открывающийся, и здесь будет фасад, то есть это скрытый вход в гардеробную, то есть это не будет читаться как дверь, мы вам на финальном этапе обязательно покажем. Здесь расположены все блоки питания от всех светодиодных подсветок, также сделан Нептун, то есть это защита от протечек, все в одном месте, все это обслуживать легко, я уже об этом неоднократно говорил, не нужно залазить под потолок, либо в мебель куда-то, если у вас какие-то проблемы с подсветкой случились, идете сюда и все в одном месте обслуживаете, да, все верно. Так, здесь провода торчат, я вижу, это все интернет-кабели со всех комнат, да, плюс здесь будет управление вентиляцией, кондиционированием и так далее. Объект очень сложный, здесь есть канальное кондиционирование и приточно-вытяжная система, также здесь есть теневой профиль как на полу, так и на потолке, и что для нас не свойственно, частично потолки здесь сделаны из гипсокартона, также с теневым профилем, также с теневым профилем, да, но это сделано по причине, потому что есть большие блоки приточно-вытяжной системы и кондиционирования. Также здесь отмечу то, что кабель-канал присутствует, то есть он здесь для того, чтобы была возможность поменять поставщика оборудования интернета в дальнейшем, то есть через этот кабель-канал можно любой провод просунуть прямо в МОП и, соответственно, переключиться с оптики на витую пару, наоборот, либо на что-то там более современное через пару лет. Ну и сам путь у этого кабель-канала такой простой, что всегда можно протянуть. Если вдруг вы поменяете провайдера и вам нужно сменить кабель. Хочу поделиться с вами отличной новостью. Мы открываем салон нашей мебели Кома в Москве. Открытие планируем на октябрь. Располагаться мы будем в стильной локации Super Metal. Особенность шурума будет заключаться в том, что каждое помещение будет в виде готового интерьера. А пока приглашаю посмотреть мебель Кома в наш шоурум в Санкт-Петербурге в дизайн-дистрикте. Также наша мебель представлена на площадках партнеров в Москве и Санкт-Петербурге. Свяжитесь с нами любым удобным способом и наши менеджеры подберут для вас удобное время и место для встречи. С полным ассортиментом товаров Кома можно ознакомиться на сайте. Ссылку я оставлю в описании. Но это еще не все. Для дизайнеров интерьера на сайте есть 3D-модели нашей мебели. Скачивайте и используйте в своих проектах. Здесь пока временная гардеробная, то есть строительная. Да, в таком вот виде находится все это. Мы приехали, здесь разделись, расположили все свои вещи. Здесь будет гардеробная. Сейчас про нее особо здесь нечего рассказать. Но важный момент. Здесь есть вентиляция. То есть вентиляция есть в том числе в гардеробе. Многие об этом не думают, либо экономят на этом моменте. Здесь вся гардеробная будет вентилироваться и всегда будет свежесть. Ну и здесь еще вот такие временные включатели. Я их показывал тоже в видео предыдущего строительного объекта. Потому что если расположить временные выключатели на стенах, то они со временем заляпаются и все ваши крашеные стены будут в пятнах от пальцев. Здесь кекс-картонные потолки с двух сторон. Я вижу здесь сформированная ниша как раз для шкафной истории. И здесь фасады шкафов будут подсвечены. Это такая вечерняя уютная подсветка, чтобы не включать основное освещение. Также есть и основное освещение. Вот видно сделаны выводы. Сделан вырез под пожарную сигнализацию. И здесь расположен еще блок кондиционера. Правильно я понимаю? Отмечу по блоку. Если обратить внимание, люк сделан довольно-таки просторный. Для чего это делается? Изначально от большинства подрядчиков поступает требование сделать люк минимальным размером для возможности просто обслужить систему. Мы же всегда делаем люк такого размера, чтобы оборудование можно было полноценно заменить. Полноразмерный такой размер. То есть какую бы гарантию на то, что это будет работать бесконечно, подрядчик не давал, это в любом случае техника. Она может сломаться и, соответственно, придется демонтировать потолок для замены. Вот у нас с этим проблем не будет. У нас сделан полный размерный люк для обслуживания. Он покрашен, он в глаза не бросается. Здесь еще будет зеркало, вешалка, мебель и так далее. И, по сути, все примыкания сделаны аккуратно. Бросаться в глаза это не будет. Но зато в случае какой-то поломки без проблем все это можно обслужить. Это тоже важный момент, который нужно учесть. И не всегда нужно слушать то, что вам говорит подрядчик. Сделайте вот такой лючок для обслуживания, и потом вы прилипнете. Ладно, если у вас там тканевые потолки, например, будут, вы их сняли и все. А с гипсокартонным потолком это будет целая история. Обратите внимание, что все внешние углы у нас защищены, потому что уже на следующей неделе сюда приедут мебельщики, привезут всю свою мебель, будут устанавливать. И чтобы углы не оббить, не испачкать, все углы на квартире полностью защищены. Ну и также на полу у нас ДВП до конца стройки. И я уже в одном из видео рассказывал, но повторюсь, для новых зрителей. ДВП выложено таким образом, что, например, здесь будут устанавливать гардеробную систему, здесь будет шкаф, и все сделано под размер мебели. То есть не нужно будет вот так отрывать все ДВП, просто вырезается определенный кусок, где будет устанавливаться мебель, и все без проблем устанавливается. Еще, кстати, по поводу полов. Важный момент, здесь теплые полы от застройщика водяные, что редкость вообще в новых квартирах, и это, несомненно, плюс, потому что у вас отсутствуют радиаторы внутрипольные, либо настенные, и интерьер смотрится гораздо чище. Ну да, то есть изначально законодательство запрещает такое делать. То есть это можно... Самостоятельно делать. Да, то есть это можно согласовать только на этапе непосредственно застройки. Вот. То есть это позволяет регулировать температуру по всему помещению. То есть когда мы регулируем терморегулятором конвектор, конвектор либо радиатор, который у нас расположен возле окна, то температура считывается в зоне радиатора. Соответственно, в дальнем углу помещения может быть прохладно, либо наоборот, там душно. Вот. А с теплыми полами такой проблемы нет. То есть вы считываете температуру помещения, и у вас все это настраивается корректно. В общем, настраивается теплоотдача, назовем это так, равномерно по всему периметру. Да. В отличие от радиаторов, которые на стены, либо внутрипольные. Да, это прям несомненно плюс. Таких застройщиков мало. Если вы покупаете квартиру, и есть такая опция у застройщика, это очень классный бонус. Окна застройщика были белого цвета. Мы их покрасили в черный цвет. Замены мы не делали, потому что здесь качественные деревянные окна, и смысла менять их нет. Единственное но, чтобы, например, открыть вот это окно, здесь смотрите, сколько нужно операций сделать. То есть здесь нужно вставить ручку, все это повернуть, открыть это окно. Но это неудобно. И минус, конечно, этих окон, что у них нет микропроветки. А это прям минус. Ну, поэтому здесь есть приточно-натяжная система, чтобы у вас была постоянная циркуляция чистого воздуха. У вас был приток чистого воздуха, наверное, по всей квартире. И обратите внимание, что здесь нет радиатора, о которых я говорил, ни внутрипольного, ни настенного. Тут есть один нюанс. Когда к нам пришел заказчик и дал план, то там на этой стене было еще окно, и мы делали эргономику, исходя из того, что там окно. Но когда мы приехали на объект и получили ключи, оказалось, что окна там нет. Планировка была такая же, но в верхней квартире. Это тот момент, когда заказчики говорят, можем ли мы сделать дизайн до получения ключей. Да, можем, но мы будем вносить какие-то корректировки, потому что что-то ни мы, ни заказчик может не учесть. Да, у нас идет корм по всей длине стены и сделан шторный карман. Обратите внимание, что он отпущен ниже, чем обычно мы делаем. Это сделано, потому что там идет канальная вентиляция. То есть это самый минимальный опуск, который был возможен. Еще хороший плюс у этих окон, хоть они и не панорамные, здесь высота подоконника невысокая. И здесь у нас находится обеденная зона, поэтому за столом всегда у вас будет светло. Вот сейчас мы снимаем в дневное время, нет никакого общего освещения. В принципе, места достаточно для приема пищи. Еще момент по поводу теплых полов хотел сказать. На полу сейчас уложен кварцвинил, потому что здесь водяные теплые полы, о которых я рассказывал. И самое подходящее напольное покрытие это либо кварцвинил, либо керамогранит, либо наш любимый микроцемент. В данном случае кварцвинил, потому что у инженерной доски, у нее теплопроводность сильно меньше, то есть КПД ниже. Единственный момент, что теплые полы сделаны не для того, чтобы подогревать ножки, а чтобы поддерживать нужную температуру в помещении. Их можно регулировать, но нельзя увеличивать. То есть управляющая компания дает определенную температуру на квартиру, их можно только уменьшать. Вот такой нюанс. На этой квартире у нас комбинированные потолки, то есть часть это гипсокартонные потолки, часть это тканевые потолки. Гипсокартон сделан в тех местах, где идет вся инженерная коммуникация, канальное кондиционирование и приточно-вытяжная система. И опуски сделаны как раз в тех местах, где инженерка вся. И потолок мы выкрасили в цвет стен, он темный, так как палитра богатая. И для нас это немножко нестандартно, но мы всегда хотели делать темные потолки, потому что темный потолок, он немножко смягчает интерьер. И вот как раз щелевые диффузоры здесь и здесь у нас расположены. До конца объекта у нас стоит такой рукомойник, то есть пока мебель не установили, он будет до самого конца. И от начала стройки он в таком более-менее ухоженном виде. То есть этому рукомойнику уже год. Он пережил здесь всю стройку. Также на объекте у нас есть проект. Он в такой большой папке А3. И важно, что каждый листочек, он упакован в файлик. Это важно, потому что до конца стройки, если вы принесете сюда просто распечатанный проект, то ваш проект превратится... В общем, проекта не будет на объекте. Поэтому это удобно. Ты можешь взять любой листочек, разместить его на стене и по нему вести работу. Также, если произошли на объекте какие-то изменения, всегда можно приехать и вставить новый авторский лист. В предыдущем обзоре я рассказывал, как мы это делаем, почему мы это делаем и для чего мы это делаем. Вентиляция и канальное кондиционирование сделаны по всей квартире, поэтому гипсокартонные потолки продолжаются вплоть до мастер-зоны и также выполнены с теневым профилем, который мы используем как для тканевых потолков, так и для гипсокартонных потолков. По левой руке от меня находится кабинет. О нем я расскажу уже на финальной стадии сдачи объекта, потому что большое количество объемов и интересных решений уже сделано за счет мебели. Двигаемся дальше. Здесь у нас гостевой санузел и дальше идет мастер-зона. Обратите внимание, что мастер-зона у нас отделена от общей зоны и, как всегда, гости не понимают, что у вас там находится. По факту там спальня и мастер-санузел. Двигаемся дальше. Сейчас мы находимся в гостевом санузле и интересная особенность этого санузла, что здесь трап выполнен в одной плоскости с основным напольным покрытием. И это особенность именно застройщика. То есть застройщик изначально так подготовил, что у нас была такая возможность сделать в один уровень, исключая всякие различные ступеньки. Еще интересное решение — это встроенная полочка. Здесь будут шампуни, гели для душа и так далее. И фишка в том, что она не просматривается с отхода. Она вообще не бросается вам в глаза. Опять все, как мы любим, все минималистично и все в понятном доступе. Ну, коллекторные узлы у нас везде плюс-минус стандартные. Вы это можете посмотреть в предыдущих роликах. Здесь я уже останавливаться на этом моменте не буду. И если вам вообще интересны кадры состройки, то вы можете подписаться на мой телеграм-канал. Там я выкладывал фотопоток одного из объектов. Фотопоток — это начало стройки. От начала стройки все фотографии до финальной сдачи. Единственное, нужно понимать, что все фотографии делают либо строители наши, либо руководители стройки. То есть это не инстаграммные фотографии, это стройка так, как она есть. Поэтому обязательно подпишитесь на телеграм-канал. И помимо этого там еще много полезного. И самое интересное, что в первую очередь все новости выходят именно в телеграм-канале. Подписывайтесь, буду рад новым подписчикам. В идеале, конечно, в квартире делать двери в потолок, если это уместно. Но в данном случае у нас двери высотой 2400. Как раз таки по той причине, что у нас есть места, где проходит коммуникация и потолок опущен. То есть здесь у нас будет тканевый потолок, который будет опущен на минимальное расстояние. То в коридоре и в санузле у нас потолок опущен сильно ниже. Как раз таки за счет установок и коммуникации. Поэтому здесь был выбран максимально возможный размер двери 2400. Вот обратите внимание, это зеркало в санузел. Оно будет в горизонтальном положении. Под него уже сделаны отверстия, точнее отверстия сделаны под смеситель. Но проблема в том, что отверстия не соосные. И сейчас они не попадают на те размеры, которые должны были быть. Такие вещи мы отрабатываем в рамках рекламации, когда занимаемся комплектацией объекта. То есть приехало зеркало, оно не попадает. Мы звоним поставщику, добрый день, вы ошиблись. Они приезжают, перемеряют. Да, мы ошиблись. И это зеркало будет производить замену. И таких моментов настройки достаточно много. Поэтому комплектация и авторский контроль это две услуги, которые обязательно должны быть, в рамках которых мы как раз занимаемся вот такими вещами, рекламациями, и чтобы все вовремя отработали подрядчики. Потому что не бывает идеальных подрядчиков. Кто-то всегда косячит. И условно от монтажа этого зеркала может зависеть установка мебели. Например, мебельщики могут не делать мебель просто потому, что не установлено зеркало и так далее. Или там не установить смеситель, и сантехник не может закончить работу. Вот такими вещами мы как раз таки занимаемся во время стройки. Также, я думаю, вы видите, что эта стена у нас не сделана в финишной отделке. Мы считаем деньги заказчика. И там, где не нужно тратить деньги, мы их не тратим. Здесь будет мебельная история. Поэтому это все закроется мебелью. И смысла тратить деньги на подготовку этой поверхности нет. То есть она остается в таком же черновом варианте. То же самое вы могли наблюдать и в кухне-гостиной. Сейчас я нахожусь в мастер-санузле. Специально открыл визуализацию, чтобы вам рассказать про интересные решения, которые тут есть. А их тут много. И начнем, пожалуй, с плитки. Я думаю, вы обратили внимание, что здесь не микроцемент, о котором мы так часто упоминаем. Здесь керамогранит сделан с архитектурной расплаткой. Для зрителей, которые недавно на канале, я поясню. Архитектурная раскладка – это укладка со смещением в одну-вторую плитки. То есть идея такая, если мы будем делать швы один за одним, то у нас все равно, какую бы затирку мы ни подбирали, у нас не получится сделать монолитную визуальную конструкцию. Это не будет ощущаться все равно как единый слет. Поэтому мы придерживаемся правила «если не можешь скрыть, то подчеркни». И мы всегда выбираем такую графитовую затирку, и санузел получается графичный с архитектурной раскладкой. Так смотрится гораздо интереснее. Интересный момент, что в мастер-санузле есть у нас только ванна. Душевая у нас есть в гостевом санузле. Здесь заказчики в принципе не планируют мыться, намываться. Здесь ванна чисто расслабится, прийти там умыться с утра и почистить зубы. Поэтому здесь не будет никакой шторки. На этом участке будут расположены смесители. То есть здесь будет лейка душевая и также смеситель для набора ванны. Помимо этого мы предусмотрели специальный слив-перелив, который может набирать ванну без использования самого смесителя. Об этом я вам расскажу уже на финальной стадии сдачи этого объекта. И борт у ванны будет сделан из керамики. То есть смесители будут выходить из борта. И здесь не ванна будет, а на ванну будет сделана керамика. Опять же я вам покажу на финальной стадии, как это будет выглядеть. Экран будет сделан из MDF-панелей. MDF-панели переходят на инсталляцию. Также здесь будут шкафчики. И далее уходят у нас под раковину. Тут будет расположена раковина из керамики. И мы для нее подготовили достаточно жесткую конструкцию из профиля ТЦ. Не знаю, можно ли прыгать, не прыгать, но выглядит достаточно крепко. И вот как раз-таки то, о чем я говорил, продолжение экрана будет продолжаться до низа раковины. И здесь будет место для хранения. Тут как раз отсутствует то зеркало, о котором я вам рассказал. То есть подрядчики как раз-таки не попали под вот эти центра. Поэтому они взяли на переделку то зеркало. Раковина будет выполнена из керамики. У нее будет съемное дно, то есть не будет вот этого открытого отверстия. Будет сделано примерно так же, как мы делали на объекте Тера. Он есть на канале, можете посмотреть. Только там это выполнено из искусственного камня. Здесь это будет сделано из керамики. И внизу у нас будет сделана контурная подсветка. Она как раз-таки для вечернего релакса. Как я уже говорил, что этот санузел предназначен для утренних, вечерних процедур. И чтобы расслабиться в ванной. И обратите внимание, что здесь такой высокий теневой зазор сделан у ванной не просто так. Я уже об этом говорил, но есть вероятность, что вы эти ролики не смотрели. То есть, когда вы в ванной, например, кого-то купаете, либо застирываете, вы подходите и не бьетесь ногами от соколь. Это достаточно удобно в использовании ванны при определенных обстоятельствах. Ну и подсветку мы встроили, скажем так, убили сразу двух зайцев. Интересная особенность в спальне – это панорамное остекление. Вы можете обратить внимание, что на лоджии тоже панорамное остекление. Поэтому в спальне всегда большое количество естественного света. Плюс за счет того, что нет ни настенных радиаторов, ни внутрипольных, не съедается лишнего пространства и нет никаких тут приступков. Давайте пройдем на лоджию и я расскажу, что мы сделали там. Юр, правильно понимаешь, что мы лоджию не утепляли, сделали только теплый пол. Да, то есть какой нюанс у данного ЖК? Да, то есть так как остекление панорамное – это является частью фасада, то есть заменить холодное остекление на теплое здесь не разрешает. То есть единственный вариант утеплить данную лоджию – это поставить вторым контуром уже ПВХ каркас и, соответственно, теплые стеклопакеты. Заказчик пока не уверен, нужно ли ему это решение, поэтому мы предусмотрели возможность данного утепления в последующем. То есть у нас сейчас утеплена плита, поверх сделана теплая стяжка, штроблен теплый пол и, соответственно, в дальнейшем у нас не доходит до рамы. То есть можно будет выштребить, поставить стекло, вернуть мостик холода и, соответственно, утеплить ее по факту проживания. Ну, я думаю, вы обратите внимание, что теплый пол сделан не до конца, как раз вот с целью будущей возможности утеплить. Ну, я думаю, что заказчик не будет утеплять, судя по соседям, они тоже этого не делали, потому что это в основном летнее, осеннее, весеннее использование. Но лоджия у нас 8 квадратных метров правильной формы, и это одна из немногих лоджий на тех квартирах, которые мы делаем, которые можно полноценно использовать. Тут у всех соседей, у кого-то столики стоят, у кого-то чиллаут, кресты и так далее. Это реально очень удобно, классное использованное пространство. Я думаю, зимой мало кто будет использовать, выходить из спальни и зимой тут сидеть. Единственный минус таких лоджий, что вы видите соседей. Ну, это такой нюанс. Здесь хорошо, что нет соседей с одной стороны, и здесь не прямо окна в окна, но можно зашториться, а можно просто выходить в шортах или в домашней одежде и вообще не переживать по этому поводу. Да, когда панорамное стекление на лоджии, то есть, по сути, зимой это как дополнительный источник тепла, потому что солнце просто это успевает прогреть. Возможно, здесь зимой тоже будет тепло, в шерстяных носочках, в пижамке можно будет посетить, но об этом узнаем уже у заказчика. И скажем потом, через время, что решил заказчик утеплять, не утеплять, потому что это очень индивидуальная история. Наверное, в большинстве случаев мы не утепляем лоджию. Ну да, почему-то так сложилось. Вот как раз с лоджией просматривается вентиляционное отверстие, которое идет у нас в кухню-гостиную. Здесь это предусмотрено по умолчанию от застройщика, но бывает, что застройщик это не предусматривает, и где-то нужно сделать это в вентиляционное отверстие. И если внешние откосы у окон широкие, то можно эту вент-решетку как раз вывести, вент-отверстие, в откос. Если я найду фотографии какого-нибудь объекта нашего, я обязательно сюда ставлю. Завершить наше видео я хочу обзором местом общего пользования, МОП, как его называют. Мы его тоже упаковываем полностью в пеноплекс. На полу у нас везде уложен линолеум, и наши объекты всегда несложно отличить от объектов других строителей. Многие, кто работают с нами в новостройках, всегда понимают, что здесь работает дом из групп. Это сделано в самом начале стройки по одной простой причине, чтобы сохранить общее имущество. По полу много строительных материалов таскают, также выносят строительный мусор, привозят мебель и так далее, чтобы не оббить углы. И даже не то, чтобы сохранить стены в МОПе. Иногда ты несешь какой-то... Иногда ты несешь, например, мебель, и ты также можешь удариться в стенку, и пострадает и стена, и мебель. В данном случае риск снижается за счет вот такой вот защиты. И мы это обязательно согласовываем с управляющей компанией, и у нас висит табличка, если вдруг у кого-то из соседей возникает вопрос, всегда можно позвонить руководителю стройки. Друзья, если вас интересует какое-то решение, напишите в комментариях свои вопросы, и уже когда мы будем снимать финальный обзор этого объекта, то мы постараемся в видео ответить на все ваши вопросы. Благодарю за просмотр и до новых встреч!